Каждая профессия имеет собственные стандарты. Такие стандарты имеет и журналистика. Эти стандарты были придуманы для того, чтобы журналисты работали в одном направлении, чтобы журналисты могли честно и объективно выполнять свою работу. Вы знаете же, что СМИ – это огромная сила. СМИ называют четвертой властью. В некоторых местах, к сожалению, это не так, но тем не менее СМИ обладают огромной силой. И для того, чтобы эта сила была использована позитивно, не во вред людям, были разработаны международные стандарты. Эти стандарты были разработаны организациями журналистскими, международными и местными, в которые входило примерно 400 тысяч журналистов. И разработаны они были в 1978 году под эгидой ЮНЕСКО. Основные принципы международных стандартов – это честность, точность, беспристрастность, правдивость, добросовестность, защита источников информации. Честность. Что это означает? Это означает, что журналист должен передавать события, которые он освещает, честно, без всяких приукрашений, без изменений, без лжи. Но кроме того, что журналист честно освещает события, он кроме этого должен честно получать эту информацию. То есть он не должен прибегать к нечестным методам получения информации. Иногда бывает так, что невозможно получить информацию без применения, например, скрытой съемки или скрытой записи. Такие моменты в работе журналистов бывают, и необходимо прибегать к ним лишь в самых крайних методах, когда вы освещаете наиболее важные, задевающие, затрагивающие жизнь большого количества людей события. И то это допускается только с разрешения или согласования со своим редактором, с редакцией. Беспристрастность. Беспристрастность, само слово говорит, за себя. То есть журналист должен освещать события без пристрастия, не отдавая предпочтения ни одной из сторон конфликта. Он должен отражать точку зрения как одной стороны, так и другой. Когда мы освещаем какие-то события, где участвуют противоборствующие стороны, где должен находиться журналист? Вот, например, вот одна сторона конфликта, вот другая сторона конфликта. Журналист должен находиться над этим конфликтом ровно посредине. Он должен объективно осветить и предоставить голоса и этой стороны конфликта, и объективно предоставить голоса для этой стороны конфликта. Точность. Помимо того, что вы должны точно передавать все мелкие детали, названия городов, районов, сел, рек и так далее, вы еще точно должны передавать все детали, которые происходят в том событии, которое вы освещаете. Правдивость. Ложным заявлениям нет места в журналистике. Основная задача журналиста – передавать правду, донести правду до общества. Если вы пользуетесь неправдивой информацией, вы наносите урон не только собственному СМИ или своей репутации. Это также может послужить причиной конфликта. Поэтому будьте осторожны. Защита источников информации. Основной задачей журналиста является донесение правды об общественно значимых, важных событиях, затрагивающих все общество. И часто в этом нам помогают люди. И если эти люди подвергаются опасности, то обязаны журналиста не раскрывать свои источники. Но есть моменты, например, у нас в Таджикистане, раскрыть источники информации вас обязывает суд. И в этом случае каждый журналист принимает собственное решение. Соблюдая международные стандарты журналистики, вы сможете избежать обвинений в том, что были пристрастны и необъективны. Кроме того, международные стандарты помогут избежать вам судебных исков. На практике не всегда удается соблюдать международные стандарты. Например, не удастся найти мнение какого-то лица, не удастся найти какую-то деталь. В таких случаях у меня есть два подхода. Первый подход. Вы заполняете информацию авторским текстом. Если вы отправляли вопросы лицам, которые вам не ответили, то вы в тексте так и обозначаете, что мы задали вопрос и не получили ответа. Есть еще один метод, который я часто использую в своей работе. Если мы не получили ответы на свои вопросы от какого-то лица, то мы можем задать эти вопросы в тексте. Обычно это используется в журналистском расследовании, но лично я считаю, что такой метод, его можно использовать и в других наших материалах. Субтитры создавал DimaTorzok